а йоу 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 ю ю ю ю ю ю ю tal здорово всем дорогие друзья сегодня охуенный день я любовить охуенный ну когда я что-ли пожать и сегодня увидели очередное видео из цикла мое любимое блюдо мое любимого ну ну блюдо я Я на 100% уверен, что вот это блюдо удивит абсолютно всех людей, независимо от пола, возраста и всего остального. Вот это блюдо уже, ну точнее его часть уже стоит на печке. Сейчас я уже буду высыпать его. Так, одну минуту. Гляну, горячая, пиздец. Надеюсь, она уже готова, потому что на вид такой сыроватый. Ну, горячая, сырым не бывает, хули. Так, финальный штрих. Итак, дорогие друзья, очень волнительный момент. Часть блюда уже готова. Ну, не спешите выключать видео с словами, фу, макароны, у тебя на них уже было там 100-500 видео, потому что это будут макароны. Так. Это будут макароны с красной и черной икрой. То есть вы можете себе представить, настоящая, но красная и черная икра. Вот кто смотрел мое вчерашнее видео и историческое видео, в котором было на празднование 3000 подписчиков. И вот со вчера у меня остались остатки на блойной роскоши, можно сказать. И сегодня оно будет вообще, я думаю, уникальный эксперимент во всей кулинарной индустрии. Потому что сегодня, ну, будет вот такое совмещение, самое дешевое, ну, кухни вот для, ну, для нищих там и, видимо, короны. И самой дорогой аристократической кухни. И ее вот сьет, станет, ну, красная и черная икра. Вот такие, ну, кстати, у меня ее осталось достаточно много, соответственно, этого вообще хватит. Ну, то есть в полной банке 100 грамм. Здесь осталось где-то он больше половины. И вот, ну, как вы думаете, будет ли вот это все сочетаться с макаронами? С макаронами, ну, которые, к слову, горячие еще. То есть не растанет ли вот это оно красная и черная икра? И так, дорогие друзья, вот так это все выглядит. Выглядит, ну, конечно, охуенно. И давайте же, ну, приступать к приготовлению. То есть вот это блюдо еще не в готовом виде. Готовым оно станет, когда я добавлю сюда, ну, красную и черную икру. Давайте же начнем с красной, блядь. Для нее, наверное, ложка нужна. И у меня она есть. Я хочу как-то, ну, красиво это все сделать. Вот видите, настоящая, ну, красная икра, в которой даже остались фрагменты черной икры. Произошло вот такое совокупление. Потому что я вчера их насыпал одну ложку. И так, дорогие друзья. Да, давайте же. Ой, блядь. Ну, как всегда все. Так. И так, дорогие друзья. Я хочу всю ее сюда высыпать, потому что я ее вчера еще хотел съесть. В итоге я ее не смог съесть. И вот, ну, как раз мне пришла такая идея сделать вот такое. Ну, я действительно думаю, что такого еще никто до меня не ел. То есть, уже такой, ну, рыбный запах чувствуется. То есть, видите, да? Это уже даже не на макароны похоже, а на какую-то вот сушу, там, знаете, вот эту. Так. И черная икра, черная икра. Ну, конечно же, черная икра. Так. Так, ну, куда же ее добавить? Во все щели нужно запихнуть, я думаю. Да, черная, конечно, выглядит охуенно, я считаю. То есть, на ритм мне, наверное, черная нравится больше, потому что, ну, вроде как черная, она даже дороже, вот, насколько знаю. Она, ну, более элитная считается. Итак, дорогие друзья. Вы только посмотрите, как это все выглядит в готовом виде. То есть, так, вот это все уберем, но портит весь вид, блядь. Итак, дорогие друзья. Вот так все выглядит в готовом виде. То есть, вы только вам посмотрите. Так. Наверное, вот так лучше. Ну, ладно, вот так все. Несколько минут ожидания, шето бы на заставку сфотографировать. Да. В общем-то, дорогие друзья, вот так это все выглядит в готовом виде. Сейчас, наверное, все охуеют. И японцы охуеют, и итальянцы охуеют. Ну, потому что здесь вот самые главные ингредиенты вот с их, ну, кухон. То есть, макароны, ну, паста с итальянской. И, ну, красная икра и черная икра особо часто используются в японской кухне. То есть, я добавляю там суши, в ролл. Не, ну, то есть, ну, как, ну, таковой вот, ну, какой-то отдельный, ну, красная и черная икра не относится к кухне. Но, тем не менее, я думаю, чаще всего ее используют в японской кухне. Вы только посмотрите, как это все выглядит. То есть, насыпал вообще на славу всю остатки. Ну, красной и черной икры высыпал. То есть, что даже, ну, красную икру стала не видно. Вот, не видно. Ну, сейчас вот видно. Я считаю, что вот так, в принципе, и нужно есть. Ну, то есть, всего нужно добавлять не чисто там для аромата, а именно так, чтобы это все чувствовалось во вкусе. И здесь, я думаю, и, ну, красная икра, и черная икра, ну, будет чувствоваться во вкусе. Итак, дорогие друзья, давайте же сначала попробуем саму икру. Вот так. Ммм, ммм. То есть, вот это я, ну, делаю для тех, кто не смотрел вчерашнее, ну, празднование. Ну, три тысячи подписчиков. И кто еще, кстати, не подписался, обязательно подпишитесь. Ммм. То есть, по отдельности, это, естественно, ну, по вкусу, ну, красная и черная икра. А самое интересное, это как все будет чувствоваться все вместе. Вот, смотрите, дорогие друзья, берем макароны вот так. С красной, блядь, с красной и черной икорой. Ммм. И сейчас наверняка все думают, что вот это вообще не совмещается. Ну, то есть, ну, кому вообще в голову малон приди, ну, приготовить вот такое. То есть, макароны с красной и черной кровью. Но. Вот сейчас попробовал все вот это. Ну, то есть, я могу сказать вам на сто процентов, что это не так уебочно на вкус, ну, как это уебочно на вид. Ну, то есть, ну, то есть, в принципе, да, макароны, их очень редко употребляют с какими-то, ну, рыбными, ну, блюдами, но тем не менее. Я бы не сказал, что вот это как-то отвратительно на вкус нет. Ммм. У меня еще, ну, были вот такие страхи, что красная икра из-за того, что макароны горячие, ну, только с печи, она может превратиться, там, не знаю, в какой-то сок, либо же, ну, в воду. Ну, но настоящая красная икра не должна расставать, насколько я знаю. Ммм. Ммм. Конечно, если сравнить вот этот объект, ну, кулинарного эксперимента, то обычные макароны с каким-то, ну, привычными, там, соусами, ну, лично для меня они вкуснее, да. Вот я честно могу признать, не смотря на то, что здесь, ну, пиздец, какие-то, ну, дорогие, ну, продукты, то есть, ну, красная и черная икра. И многие увидят вот это, наверное, там, у виска, ну, покрутят, ну, пальцем, типа, блядь, ты что, долбой, ты испортил вот такое, ну, пиздец, какое, ну, дорогое, ну, дорогую вещь, как красная и черная икра. Вообще-то, кстати, смотрите, макароны изменили цвет, то есть, они превратились немного в макароны с черным оттенком. Ну, то есть, знаете, вот здесь макароны с этим, блядь, с чернилом на каракатице. И вот это немного напоминает на цвет. Макароны не нужно добавлять ничего, ни соль там, ничего, что там, потому что, блядь, ну, красная и черная икра, они, пиздец, какие соленые. Если бы можно, ну, было бы наоборот, отсюда как-то забрать лишнюю соль, это бы было вкуснее, потому что я не люблю соль. Вот видите, вот это все больше похоже на какой-то салат. Что там подобное я ел в Египте, ну, то есть, там, ну, были какие-то салаты с холодными макаронами, ну, то есть. Ну, либо же это вообще не салат был, а какие-то вот остатки там со стола, ну, которые никто не хотел съедать, соответственно, их все смешали там. Не, выкидывать же. И сейчас вот это что-то похоже, потому что, ну, если говорить вот честно, то в вкусе, ну, как бы сразу чувствуется, что вот эти продукты, они не особо совместимы. Внутру с другом, вот. Но, тем не менее, в принципе, вот, знаете, там существуют, ну, какие-то вот, ну, рестораны, где, например, ну, подают то, что между собой несовместимо. Я думаю, вот это им нужно взять на заметку. То есть, в любом случае найдутся, ну, те люди, ну, которые вот даже увидимое видео, захотят вот это попробовать. И, ну, если они готовы заплатить за вот такой эксперимент, то, ну, почему бы и нет, то есть. Я вот сейчас вспомнил, что, ну, когда-то я ел макароны с какой-то, ну, рыбной консервой, то есть, ну, то ли сардиной, то ли с килькой, и не один раз. И, ну, в принципе, ну, я же вот это все, ну, ел не потому, что, ну, как бы мне хотелось вот такое сочетание, не. Ну, ну, просто вот у меня в холодильнике, например, стояли там макароны и, ну, консервы, бля, я же не буду это все выкидывать. Соответственно, я много раз ел вот макароны с килькой макароны, сардиной, бля. Ну, вот это, ну, конечно, ну, превзошло любые ожидания, то есть, не, в принципе, у меня, ну, каких-то ожиданий от этого блюда не было. Ну, потому что, опять же, ну, после вчерашнего праздничного видео у меня остались две макароны, то есть, с красной и черной икрой. Соответственно, я, ну, подумал, блядь, а, ну, куда мне ее надевать, то есть, выкидывать жалко, просто, ну, есть, ну, ложками. Ну, я бы не сказал, что мне вчера понравился ее вкус, вот, ну, что, ну, красная, что черная икры, ну, вон, мягко, скажем, на любителя. Соответственно, мне в голову пришла гениальная идея, ну, добавить вот это все в макароны. И, в принципе, я не пожарел, то есть. Ммм. Ну, хотя, ну, хуй знает, вот, ну, последний раз у меня, ну, были макароны с соусом с ацебель, и, ну, честно говоря, я думаю, многие уже отгадали, что мне вот они понравились намного, ну, больше, хотя там многие сказали, что соус с ацебель, ну, для мяса, но, тем не менее, он сочетается и с макаронами. И у меня, ну, есть вот такие предположения, что если бы вместо макаронам тут был рис, то вот это бы все, ну, в любом случае сочеталось, ну, оно лучше, чем с макаронами. Потому что вот это сочетание можно часто увидеть, там, в сушах, в роллах, ну, то есть там, и жем делать с рисой, там, и внутрь, вот, и снаружи, ну, добавляет, ну, часто, ну, красный, черный икру. Ну, никто же не жалуется, никто-то мне говорит, типа, блядь, нахуя вы сюда ее добавили, то есть, ну, рис, ну, красный икру, то есть, если от этого уебочный вкус, нет, все-все устраивают, в том числе, и я вот несколько раз ел вот эти суши, ну, роллы, и там, ну, была, ну, красная икра, черная там я не видел, потому что черная, опять же, она намного дороже, а вот, ну, красная икра очень часто встречается. Мммм, ну, вот, сказать честно, ну, да есть вот это очень тяжело, потому что, опять же, стойкий, ну, рыбный вот вкус, макароны очень сытные, да и, в принципе, сама, ну, красная, черная икран, как я подозреваю, они очень сытные. Вот здесь, наверное, ну, калорий очень много, блядь. А, нет, я, ну, думал, намного больше. Ну, тем не менее, дорогие друзья, в общем, ну, был вот такой, ну, кулинарный эксперимент. В кулинарном, ну, поприще, хикана, аскета, не скажу, что, ну, база, ну, кормит, потому что вот эти и макароны, и, ну, красную и черную икру я не нашел там на мусорке, я их, ну, купил в магазине. Ну, тем не менее, все имеет, ну, право на существование. Даже вот такие одиозные эксперименты. Ну, скажу честно, вот если отвечать на вопрос, хотел бы я попробовать вот это все снова, нет. Ни в коем случае, потому что, ну, оно не стоит своих, ну, денег, вот, то есть, ну, красная и черная икра, ну, покупать ее, ну, ради, ну, того, чтобы положить ее в макароны, и наверняка у вас, ну, будут от вот этого, ну, какие-то пиздец завышенные ожидания, ну, типа, бля, ну, красная и черная икра, она же стоит, ну, до хуя. Нет, то есть, это не оправдает ваши ожидания, как и не оправдало мои ожидания. Да и, в принципе, и, ну, красная и черная икра, она не оправдала мои ожидания. Я ее, ну, купил вот чисто, ну, ради вот, воевона, вот, то есть, чтобы снять вот учащенное видео, ну, больше я бы ее никогда не купил. Ну, в общем, дорогие друзья, ну, было вот такое видео, впервые в жизни я, наверное, максимально много не доел, не доел. Ну, вот это довольно-таки тяжело употреблять в пищу, потому что это, мягко скажем, на любителя. Да, то есть, в общем, я бы оценил вот это, ну, баловую, блядь, ну, с натяжкой в 7 из 10, не более. В общем, ну, было такое видео, если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До встречи, новых видео.